Навязанные услуги и красивые слова о надежности страховки это лишние траты. Если хотите их избежать, то нужно отказаться от страховки после получения кредита. Почему не до? Есть мнение, что согласие на страховку это дополнительный плюсик, который увеличивает вероятность одобрения. Многие заемщики соглашаются на меньшее зло, чтобы получить дополнительные гарантии. Итак, кредит получен обратно, банк деньги уже не заберет. Страховка при обычном кредитовании добровольная. Если в договоре не прописано увеличение процентной ставки при отказе, как например при ипотеке, то вы ничем не рискуете. Вы можете вернуть деньги за страховку, если ее уже оплатили. Все это уже давно урегулировано на законодательном уровне, поэтому читайте в полном обзоре, как правильно отказаться от страховки по кредиту после его получения. Также мы отдельно расскажем об особенностях отказа от страховки по кредиту в Сбербанке, ВТБ, Почтобанке, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке и Совкомбанке в 2021 году.